Не признан аварийным, но для жилья непригоден. Жители центрального района Саратова бьют тревогу. Их квартиры вот-вот рухнут. В причинах коммунальной катастрофы разбирался наш корреспондент. Отсыревшие и сгнившие доски на полу в предбанике дома Валерии Безруковой уже провалились. И зайти в эту квартиру практически невозможно. Неоднократные тяжбы с администрацией дали свои плоды. Квартиру пенсионерки признали непригодной для жилья. Но о расселении пока речи не ведется. В ветхом помещении уже начала обваливаться кирпичная кладка. А причина этому – строительство многоэтажки по соседству. Вот вся кирпичная кладка уже разваливается, кирпичи сыпятся. Такие сведения, что дом построен где-то в 905 году. И это строительство, хоть они и говорят, что у нас там технология, все предусмотрено, у вас дом ничего не должен быть. Но сам, так как дом уже старый, больше 100 лет ему, вот это строительство, естественно, приносит ущерб нашему дому. Строительная организация «Ум-24» несколько лет назад выкупила территорию бывшей макаронной фабрики и начала демонтаж полуразрушенного здания. Забыли лишь об одном – что жилая постройка – часть фабрики, и несущая стена у помещений – одна. Частично ее сломав, строители нарушили целостность дома. Результат – трещина на потолке и стенах. А в некоторых квартирах даже и их обрушение. Смотрю, у меня туман в комнате, пыль, цемент весь. Как летело, все рухнуло. Прямо до самой середины весь потолок лежал. И здесь на диване кусками прямо цемент. И здесь целая горка. Ну вот, если сын был вынужден поставить стол, вот эту подпорку, и все равно все вылезает, все потрескалось, полопалось. В управлении механизацией признают факт, что строительство жилого комплекса разрушает постройки по соседству. Дом номер 85 по улице Раховой в плачевном, в ужасном состоянии. Не только от нашей стройки, а вообще от времени. Руководством принято решение в ближайшем времени расселить всех жильцов этого дома. И, конечно же, выкупить площадку для того, чтобы построить дом. На сегодняшний момент мне известно, что заключено несколько договоров купли-продажи. Несколько договоров, предварительных договоров на равнозначное жилье. И вот одна у нас из седьмой квартиры жительница. Вот сегодня-завтра находит квартиру, которую мы для нее должны выкупить. Трехкомнатные квартиры в центре города, в районе, где она определила. В аварийном доме Нарахова проживают 15 семей. И компания-застройщик готова предоставить всем жильцам равнозначные квартиры в центре города.